Всем привет! В этом видео я бы хотел вам рассказать о том, как правильно выбрать резиновую петлю. Сама резиновая петля стоит из присилованной резины длиной 104 см и возможность растягиваться в два раза. В зависимости от производителя, также меняется цвет резины. Чем толще сама резина, тем выше максимальное сопротивление, которое может выдавать резиновая петля. Эта петля у меня уже вторая. Первую я купил для себя с максимальным сопротивлением, что в дальнейшем привело к перезаказу второй петли с минимальным сопротивлением, так как та резина первая не давала мне выполнять больше спектр каких-то упражнений. Выбирая резиновую петлю, надо понимать, для какой цели и какие задачи она будет решать. Если вы занимаетесь борьбой, либо ударными единоборствами, то резину нужно подбирать с меньшим сопротивлением, так как большое сопротивление может помешать наработке правильной техники. Если же вы занимаетесь фитнесом, либо кроссфитом, то резиновая петля должна быть среднего, либо маленького сопротивления, в зависимости от пола, возраста и тренированности человека. Также для себя я резиновую петлю открыл, когда начал заниматься на стадионах. Очень полезная вещь, не занимает много места, позволяет выполнять большой спектр упражнений и дозированную нагрузку. Если кому-то будет интересно, ссылку оставлю под описание на этот предмет на Алиэкспрессе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем видео я вам расскажу, какие упражнения можно выполнять с этой резиновой петлей.